Приветствую вас! Я думаю, что для начала вам нужно избавиться от травмирующего действия опыта, который у вас имеет место быть. Для начала. Что это значит? Это значит, что опыт прошлый, который у вас был, он должен оставить только позитивный момент. То есть, только... То есть, вам на пользу, грубо говоря, идёт. Вот. И ни в коем случае не должен он причинять боль и негатив. Или добраться в этом опыте. Вы можете в том числе и с психологом. На личной консультации. Вот. Где будет с вами проведена работа тем методом, который вам подходит лучше всего. Второй момент. Это одиночество. Если вы чувствуете одиночество, то это означает, что вы не до конца ориентируетесь, скажем так, на себя. То есть, вы ориентируетесь на других при взаимодействии с окружающим миром. Вот. И здесь может быть как неуверенность в себе, так и непринятие себя, так и личностная нереализованность, ваша личностная нереализованность. Вот. Ну, могут быть и ещё какие-то моменты, о которых вы здесь нам, к примеру, не написали. Вот. Поэтому, два момента, на которые вам нужно обратить внимание. Первый момент. Это, в чём травма опыта, в чём его травматичность для вас, какую и в чём он причиняет вам боль. Это первое. И второе. Как именно проявляется чувство одиночества? Как конкретно оно проявляется? То есть, очень важным моментом является то, чтобы вы взяли на себя ответственность. Чтобы вы, условно говоря, приняли тот факт, что за это чувство, которое вы испытываете, да, несёте ответственность только вы. Что это ваше чувство, что это вы испытываете, что это ваше переживание. И связаны они с тем, что вы не удовлетворены сами, как бы вот, ну, по себе. И, как правило, как правило, проблемой здесь может являться именно, именно, вообще не приспособленность, не адаптированность, нереализованность, к примеру, реальной жизни. Вот. Ну и, конечно, раз вы говорите, что у вас был опыт негативный, то есть, вы отношения уже строили, нужно анализировать, что именно в отношениях вы делали не так. То есть, грубо говоря, проводить анализ. Ну, вот. Без анализа, ну, на самом деле, да, не получится как-либо вам помочь, да, потому что не совсем понятно, с чем именно мы работаем. Вот, конкретно. Ну, то есть, с чем конкретно мы работаем. Вот. А вы пишите о том, чтобы мы вам помогли. У меня вопрос, как бы, к вам, да, в свою очередь. Какой именно помощи вы хотели бы от нас? Вот какой именно помощи вы хотели бы? Именно помощи какой вы хотели бы от нас? То есть, что это за помощь? Вот. Как вы эту помощь видите сами? Потому что информации вы предоставили мало о себе, да? Судя по тому, что я вижу, ну, это уже ваш не первый вопрос. То есть, вы не первый раз задаете вопрос на нашем ресурсе. Вот. И, наверное, не первый раз вы уже получите ответы какие-то на свой вопрос. И очень важный момент заключается на самом-то деле в том, почему вы не выбрали себе психолога. И почему вы не работаете с психологом. То есть, вы, вы предпочитаете, предпочитаете задавать вопрос публично, но не работать индивидуально. Ведь индивидуальная работа это гораздо более эффективная история. Вот. То есть, вопрос здесь, он именно к вам вот такого рода, на мой взгляд. И тут необходимо все-таки в данный момент определить. Вот. Друзья, надеюсь, что вам данная история понятна. То есть, понятно, что я хочу, собственно говоря, сказать вам. Вот. Давайте еще раз сейчас продемонстрируем с ответственностью. Я стал очень замкнутым. Да. С какого момента, в каком эпизоде это началось? Ну да, с мамой это столько говорю. Возникает вопрос, да, опять, насколько сильно вы привязаны к маме. Какое значение, к примеру, для вас имеет именно мама? Вот. Насколько сильно она влияет там, к примеру, на, допустим, ну, допустим, на ваши отношения. На вас вообще, в принципе, в целом. Как она влияет? Вот. И влияет ли вообще? Вот. Вот. А по поводу чего вы говорите со своей мамой? То есть, ну, что является, что является темой для вашего разговора, к примеру? Вот. Это очень важная история тоже. Ну, потому что от того, как вы ставите себя с мамой, зависит, ну, в общем-то, довольно много. Дальше. Всё держи в себе. Что именно всё? Дружбу, как и отношения, довести почему-то тяжело. А в чём тяжесть выражается? То есть, понимаете, чтобы вам что-то рекомендовать и предлагать, нужно сначала понять именно вашу историю, именно вашу ситуацию. Вы говорите, что отношения выстраивать тяжело. Что ж, это можно понять. То есть, ну, понятно, что отношения выстраивать тяжело. Хорошо. А в чём тяжесть? Что именно тяжело? Как проявляется тяжесть тяжества вообще? Вот как она проявляется, ну, как она выглядит, эта тяжесть, в принципе. Дальше. Так, горький опыт был. Какой горький опыт? Да, меня мучают свои переживания. По поводу чего? Какие выводы вы делаете из этих переживаний? Мне не 20 лет, а я смотрю, что стало совсем тяжело. В чём, в чём, в чём вам стало тяжело? В чём конкретно? Очень сложно быть одной. Опять же, что именно сложно? Для вас. Да? А если даже не с кем куда-то пойти или поехать отдыхать. А вы для чего это делаете? То есть, вы вот для чего отдыхаете? Это, ну, вот вы говорите, да, что не с кем пойти куда-то или поехать. А вы идёте, чтобы что? Вы идёте, чтобы побыть с кем-то или чтобы... Ну, вы идёте, потому что вам это интересно, к примеру. Вот. Может быть там у вас и нет никого из ваших, к примеру, ну, друзей там и так далее. Именно... Именно только по той причине, по той причине простой, да, у вас никого нет, что вы слишком ориентируетесь на людей и не на себя. И какой интерес вы представляете для человека? Вот. Вот. Если вы... Если вы... Что вы делаете для себя сами? Вот. Мне хочется всё это отпустить и начать жить с лёгкостью. Что именно отпустить? Что именно вы хотите отпустить? Как открыться этому миру? Ну, чтобы открыться этому миру, нужно впустить в себя, в свои желания, в свои потребности, в свои реакции, в свои интересы. Вот. Свою активность, направленную именно на реализацию и достижение чего-то. А люди появляются сами. Люди появляются сами. Так всегда. Было, есть и будет. Чтобы не быть одной... Ну, вы же понимаете сами, аноним, что... Что вы не одна. Вы не одна. Вы же понимаете сами, что... Вы всегда будете с кем-то. Вы всегда с кем-то находитесь. Вот. Вы же это понимаете, я думаю. И поэтому дело на самом-то... Дело не в одиночестве. Так-то. Вот. А дело именно в том, как вы... Как вы... Себя по себя позиционируете. Вот именно, ну, именно вы сами как себя позиционируете. Вот в чем момент основной. Вы не одна. Вы не можете быть одна. Одной. Но вы можете не проявлять себя. Потому что боитесь, боитесь боли и так далее. А боитесь боли вы потому, что у вас отсутствует понимание причины этой боли, и отсутствует знания о себе самой. О том, какая вы. Вот. Именно вот работать над тем, чтобы вы поняли сами, какая вы и что вы из себя представляете и нужно. Работать именно над этим нужно. Понимаете? И тогда я полагаю, что вы достигнете своих целей. То есть, эм... Это... 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 По факту... Эм... Ваш... Запрос... Ну вот... Такой... Запрос... Запрос... Что... Как мне открыться... Как мне открыться в миру. Понимаете? Но над этим нужно работать. Потому что... Потому что... По... Какой-то причине... Вы... Вы закрыты. И... Эм... Мне кажется... Что... С этим нужно работать. По какой-то причине... Вы закрыты. И... Эм... Мне кажется... Что... С этим нужно работать. Ну вот... Это вот и все. А... А... На этом... На этом... На этом... Я думаю... Свой ответ завершить. Надеюсь, что... Помог вам. А... Если у вас остались... Вопросы, пишите... В личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.